Там двухэтажки, да? Нет, там коттедж. А здесь говорят, казахи живут. Работящие казахи, но тут деревня. Смотрите, по левую сторону. В Сухаревке? Не-не, вот в этой. Но это же Сухаревка. Нет, Сухаревка дальше будет. Дмитрий, или как? А это вот сейчас что? Да забыл, как называется. Здесь ядерные взрывы делали, теленок рождался двумя головами. Такое слово ходило. Знаете, там Веденовка? Веденовка, точно, Веденовка. Я не знаю, откуда у меня входит. Да, страна. А это был молочный. Раньше здесь молоко собрали со всех деревеньев. Потом приезжал сам молоковоз. А сейчас здесь мусорка стоит. Здесь есть молочный залог. Да, ага, молочный. Какой? Вот здесь вот, видишь, новые дома? Вот они занимаются. Ну, короче, деловые все построились. Ну, у нас говорили, что это казахи. Я не знаю, казахи не казахи. Вишь, маленькие трактора у них. Такие. И вот это все построили. Как бы семья, наверное, расселялась. А вот, смотри, какой домик интересный. Хотели бы в таком жить? Вот в этот? Нет, вон, как скворечник. Интересно. Ну, есть там. Как спасательная лужка. Может, пожарная? Все, вот пошли. Ну, это не то, что сухаревские земли. Но уже здесь мы косили. Вот на горе справа, вот, дубник темный. Вон там. Дубник называется. Дубы там растут. Здесь Ефимова лощина есть. Вот то ли Ефимова называется. То ли следующая. То есть раньше же как? Поля полями, а заготавливать сену надо. Вот Ефимова лощина, за это только Ефимова могли ее заготавливать. А может быть, Ефимов туда всех водил девчонок. Поэтому Ефимова лощина. Я не знаю. Но ее называют Ефимова лощина. Здравствуйте, я вспоминаю в Дуразовке. Может, что-то в речке берет. Ну, там. Речка тоже поляна, как-то называла. Тоже как-то называла? Это в Дуразовке, да? Да. А вот слева пчельник мы называли. Слева пчельник. Там перекат есть. И раньше там колхозные были пчелы. Вот там. Ну, вот здесь вот, короче, в кустах. Ну, раньше в каждом колхозный пчельник. Да? И мы всегда ходили, пойдем рыбачить на пчельник. Вот так себя говорили. Хотя и там он жил, этот мужик. Как бы у него там прям колхозное место было. Ну да, он ответственный. Да. Перед... Государством. Перед партией. Да. В советское время. Партии нужен был мед. А у нас вот в этой... Вот мой Читерман заканчивается потом. Как уже ее она... Ну вот, с кедом, дорога-то. Там тоже пчельник алкозный. А-а-а-а. А это вот густы, это сухая ла течет. Вот она течет, течет. И вот там перекат есть. Можно переезжать на ту сторону. Потому что на ту сторону мало где можно переехать. Вот здесь, раньше на Красном берегу, но сейчас там саято заросло. И можно где еще... Таблеткула или Карагай по-нашему. А Карагай... Гай это гора, а Гара это... Темная гора, да? Темная гора, что ли? Или что-то такое. Вот овраг. Это вот идет Новослободка. Вот папа у меня родился там на печке. Ой, а там деревня, что ли? Да-да, вот Новослободка. Вот у меня у отца написано место рождения. Вот там он на печке родился. Да? Да. Вот там вот видишь, Томник. Нифига, улица какая-то. А там Салаватский, там сейчас... Много кто там сейчас отдает. А, дачники, да? Давайте, проверьте по деревне, да? Немножко не почищено, наверное. Ну не, оно здесь нормально. Вот видите, как... А почему не чищено? Потому что здесь большак сделали. Смотрите, как крышу сделали. Да, высоко дорогу сделали большак? Нет, а в этом доме живут что ли? Или что это? Ольга Семеновна, смотри, большак сделали и не заносят ее. Смотри, как высоко дорога. Живут, наверное? Или летний кухня. Заранее, заранее поймут. Ты давай Сухаревку здесь не критикуй. А чего у них крыша такая? Я Сухаревский. Я не знаю, это уже... Это Оторвановка называется. Кстати, это не Сухаревка, это Оторвановка. Как у нас Оторвановка. Тоже была что-то? Андреевка у нас. Подожди, Оторвановка? Видите, в каждой деревне есть какая-то улица, которая... Как Оторвановка. Хоть в Гороховке вот эта вот улица идет, и потом там вот эта вот Оторвановка. Что-то, может, я зря здесь поехал? Здесь люди на Нивах ездят, а я свои. Иномарочки. Решил по деревне. Здесь никак не дурак даже не чистят. Кстати, я здесь нашел бомбу с часовым механизмом и принес ее родителям в детстве. Вот здесь, в кустах. Ну, в этом. Здесь как овраг и эти... Трубы. Что за погодили? Ничего себе. А у него был большой крас машина. Забитый, закрытый. Это гараж, что ли? Да, у него была большая машина крас. Но это ладно, слушай. А вот это, смотри, вот это что такое? Эта речка сюда приходила раньше. И она подмывала вот этих домов. Этих домов не было? Сейчас скажу, у кого подмывала. Тут целая история. Она подмывала. Ну, мне так и рассказывал дед или батя. Ну, кто-то родня, короче. Подмывала вот этих. Максимкины фамилию забыл. Ну, сейчас там тоже родственники наши живут. Сыр очень вкусный делают. Максим, Максим. Забыл фамилию. Ну, короче, этого деда, смотри, подмывала. Смотри, вот эта речка подмывала. И вот этих подмывала. Вот, видишь, уже близко подошла. А дед взял салавата, там, сдружился с этой механизмной колонной. Они взяли и прокопали новое русло. Вон там. И река пошла. А это все заросло. И отвел, получается, дед был здесь как главный, отвел, получается, реку от деревни. И прикинь, за все, за 80 лет, или за 70, она вернулась с река. Сюда не вернулась, а вот там сзади она уже близко опять. Опять вернулась. О, это мой друг. Ой, а смотри, какая красота. Это Эльнур. Молодец. Молодец. Слушай, золотой. А это вот дедовский дом. Вот. Где? Вот дед Терентий. Вот раньше. Максим, здесь дед... Да, вот здесь дед Терентий жил. А сейчас кто живет? Мы продали. В Салаватске. А это Ефимов живет. Дядь Володя здесь, дед Володя. Никто не живет здесь. Даже закрытые дачники, наверное, даже дачники. Нет, ну там его сын, но что-то... Нет, тропинки даже нет. А это Эльнур отец живет здесь раньше. На лето нам приезжает только. А вот про этот дом себя говорили, что за скворечник построил? Ну не знаю, нормальный дом сейчас, да? Или за него говорили, скворечник. Ну почему это скворечник? Ну что-то такое было. Ну вот там. Дедушка? Красивенький. Да. Папа жил. Красивый, да? Да. Да, дедушка жил там немножко. О, и там еще сам... А это мой друг. Здесь я вот рубанки старин нашел. Вот он мне передал. Короче. О, это нашего дедова брат по матерной линии жил здесь. Вот. О, а этот дом я даже не видел. Вот, видишь, как хорошо, что я приехал. Здесь вот белые фамилии его, или как, местный предприниматель живет. Он навоз там, много чем занимается, короче. Не уехал с родной деревни, остался здесь и все у нее получается. В этом доме тоже я бывал. Здесь вот у меня подружка была Маша. Ну, постарше меня, конечно. Сестра ее. Сестра Тамара и... Так, это, ну, тоже родня была. Здесь, кстати, Стеша жила. Баб Сеня. Прабабушка, прапрабабушка. Прикиньте, прапрабабушка была у моего друга Артема. А это вот бабушке Марусе дом. Вот, Максим. Память бабушке Марусе. Да ты что? Да. А, здесь никто не живет, да? Дядь Ена, ну, давно не был. А, это вот дядь Ена здесь он, да? Да, да, да. Ну, территория большая, да? Нормально, да. И сарайчик вон. Здесь тоже Ефимов живет. Тоже родня нам. Дядя Ваня. Ему тоже много лет. Как ее зовут-то? Умерла она. Ой, свах, ты ее знает. Это Емельяновы. Жили раньше здесь. А оказались Горбуновы. Комарок, Комарок, Комарок. А вот я дом проехал. Говорил Маша? Вот я говорил Маша, подружка. Это ее старшая сестра, Комарок. Да? Да. Это что это? Это Уралочка называлась раньше? Нет, нет. Не скажу почему, догадаетесь. Сухаревские. Уралочка. Это не Тамара должна, а слакая. Здесь Валера живет. Рассчитался. Ну, ее Тамарок-то она умерла. Горбунов. Брат мой, четвертое колено. Ну, такой. Шутил раньше весь. Шутил раньше. Нехило он над нами, брателла. Пугач кидал, когда мы рыбачили. Валера, вспоминай. А это кто-то построил раньше, серьезный. И так он не стал жить. Пока она построила, и что-то у него деньги кончат. Не знаю. Мы все удивлялись. Сухаревская. Сухаревская типа. А вот это раньше была контора. Вот контора. А потом у меня бабушка хотела полы здесь мыло. Я с ней иногда ходил. А теперь это многодетным отдали. Раньше отдавали, по крайней мере. Здесь семеро, что ли, у них детей или сколько? Приехали откуда-то издалека и... Они весь дом уже отдали. Ну, весь, кажется. У них там много детей. Короче, они... У них лучше всех получается детей делать. А это что разборка? А это школу построил Муртаза Губайдулович. А здесь детей-то кроме многодетных нету. Они сами могут в своем доме. Нет, это только в России. Вот зачем все окна пить? Ну, не знаю. Я, когда построил деревянные окна, Артем. Ну, при Муртазе. При Муртазе. Это ток. Я на нем немножко работал. Деньги зарабатывал 12 лет. Просился там, зерно бросал. Ну, чаще бы воровал я там больше, чем работал. И, знаешь, что мы ездили? Ну, не то, что воровал. Ну, так как-то. Вот как газеты «Муха-убийцы» тоже убийцы же. Вот. Мы там, знаешь, что делали? На зерне катались. На горохе. На велосипедах и разворачивались. Сигарой же он круглый. Разворачивается легко. А вот здесь пчела, кстати, жил. Вот в этом месте. Здорово. Вот. А это вот Курмыш. Подожди. Вот назывался Курмыш либо это. Да, это Курмыш называется почему-то. Вот это место. Вот сухарек в середке. Это Курмыш, а та от Орвановка. Вот так, короче, здесь все злалось. Здесь вот овраг течет. Там наверху родник. И вот этот овраг все время тек. Вот здесь вот, где дерево, наверное. Да, вот он идет туда об реку. Вот овраг. Ну, там на горе родник. Это свинарник. Мы раньше, короче, не боялись. Перепрыгали через забор и на свиньях покататься. Они могли же нас съесть. Вдруг их никто не покормил. Но они небольшие были. Ну, пытались мы, короче. После рыбалка как-то шли перебар... А мы, короче, верхом на них и давай. Ну, я бы сейчас, конечно, не позволил нам детей так делать. Ну, сейчас и свинарника нет. Видите, пусто все. А здесь еще одна интересная история. Здесь между Сухаревкой и Корнеевкой была деревня. Блин, как они называют, я забыл. Уже вот давно не было, забыл, ребят. Напишите в комментариях, как называется деревня между Сухаревкой и Корнеевкой. Была прямо деревня. А потом ее расселили. Вот здесь, в этом месте. Вот здесь где-то. Вот деревня... Может, дерево стоит, здесь деревня была. Забыл название. Ю... На Ю, что-то с Ю связано такое. А почему ее расселили, не знаю. Ну, кладбище осталось. Да, и кладбище... А какой-то серьезный человек отсюда родом. С Газпрома то ли, что ли, с этого... С Северов откуда-то. И он, короче, прикиньте, вот это кладбище огородил, памятник поставил. Сейчас, покажу все. Вот, видите, крест поставил. Вот память своим родителям. Не забыл, короче, свою малую родину. Ну, что можно сказать? Респект и уважение. Ну, так-то да, ну... Конечно, хотелось бы, чтобы его деревня была живая. И, может быть, помощь лучше оказывать не кладбищу, а детям, которые сухаревки, например. Или в Корнеевке учатся, да? Может быть, какие-то там... Вот он поставил памятник, вот я вспомнил. Вот здесь был его дом. Вот, дом был. Он на месте дома поставил памятник. Сам, говорят, не приезжал, нанимал что ли, не знаю. Врать не буду. Ну, еще и трансформатор. А здесь была дойка раньше. Летняя дойка называлась. Еще на металломке. Кстати, ребята, металломчики, видите, да, трансформатор? Не срезайте. Мы вам о этого не говорили. У нас с Сашей тоже сами, ну, кто живой остался уже, ну, дети. Тоже, говорит, на два, Аля, говорит, на два, ну, четырех... Ну, квадрат же, это плакатище. На две стороны собрали, денег сделали, на две усилий совета просили. Потому что, говорит, мы не сделаем, никто не сделает. Справа аэродром. Здесь самолет взлетали раньше. Вот это место. Была заправка. Раньше была оригинальная авиация. А два, он опрыстил поля, все такое. А там горы есть. Смотри, что есть там. Там есть провалы. Прям такой провал. Просто вот идешь, идешь, и провал глубокий. И там змеи живут. И туда бросали скотину, как, вместо того, чтобы ее утилизировать, как сейчас утилизуют. А это как? Скотомогильники делали. Скотомогильники. А на велосипеде, на мотоцикле можешь поехать, нечаянно в этот провал сам улететь. Вот такая история. А это за палатки? Это не палатки, это склады. Там хранится зерно. Здесь есть колхоз, совхоз ошкадарский. И сейчас руководит им человек, и его сын помогает. И он на хороших местах, хороший урожай, здесь земля хорошая. И богато живут, как сказать, хорошо зарабатывают, и поэтому вот такие вот хорошие ангары. А это вот, получается, ЗАВ-40 или какая? Это сортировка зерна, дополнительная очистка зерна после комбайна. Это кладбище похоронено. Тетки наши похоронены отчасти. Цветания там. Ну, родня, короче. Тоже похоронена. Шесть штук тогда. А белые здесь имеются? А они теперь нет. Это в советское время, когда был СССР. Когда была вот этим. Ну, помню. Ой, здесь не то, что шесть. Здесь вон. Да, да, да. Даже флаги. А, кстати, дедушка работал. Я здесь жил, Максим. Я сейчас тебе покажу дом. Сейчас быстренько проедем. Прям дом, где я жил, покажу. Здесь у нас дедов брат жил, дядя Ваня. То ли этот дом, то ли тот. Сейчас. Не, не этот. Не, наверное, не этот. Он участник войны. Обморозил ноги и учил потом здесь девочек на тракторах ездить. Был преподавателем, короче. Дом не по этой улице. Сейчас я покажу. Здесь братан у меня живет, не буду показывать. Ну, ладно. Так. У него нет дома. Машина не стоит. Я здесь в садик ходил, Максим. И один раз я с садика сбежал. Прикинь. Я так любил родителей, так любил папу своего, как ты меня любишь. И я не хотел, чтобы он был на работе, а я был в садике. И я, короче, сбежал и поехал. А зачем туда поехал? Дом показать? Какой? Где мы жили. И я сбежал с садика, Максим. И поехал к папе на работу. И меня поймали. Ну, не арестовали. А в садике смотрят, меня нет. Давай искать. И меня нашли. Я сел на трех... Пришел домой, сел на трехколесный велосипед и поехал. Ну, тоже дорога дальняя, что пешком-то? Здесь еще у нас родственники жили вот по этой улице. На Запорожье ездили. Дядя Саня. Вон его дом, кажется. Так, а это... Мы так до дивана не доедем. Доедем, доедем. Да-да. Блин, один раз. Вот тополь стоит, высокий. Почему я дом купил с тополем? Потому что здесь я тоже жил, когда тополь большой был. А вот здесь? Не, это не тот. Вот поворот. Вот здесь я жил. Вот в этом доме жили мы. Вот это? Да. Вот здесь мы жили. О, а вы его что-ли подали? Он был, колхозного забрали. А здесь гридины живут. Вот соседи. Я с ними дружил, но они все старшие были. Вот. Ну, поехали дальше. Все, поехали ты сама. Не, сейчас я... Ам, что у твоей домой идти? Ну, Максиму интересно. Да. А здесь тетя Аля живет. Сейчас я выезжать буду. Так, выезжать лучше так же, да? Ну, вот здесь тетя Аля живет. Здесь я один раз спасал этого брата своего. Он повис. Короче, мы играли с... И он, короче, забор перелазил. И повис. И не мог выбраться. И я смог его спасти. Знаешь, как? Я под него залез. Сделал, как будто я... Лестница. Он на меня, короче, ногами залез. И... Ну... Короче, смог это. А это вот... Нет, это не садик. А может быть садик, кстати. Наверное, садик. Отсюда, наверное, я сбегал. Я, кстати, непослушный был. Да, это садик. Я отсюда сбегал. Мне забор этот не останавливал. Суровый, Артем Челябин. Да, вообще. Вот садик, да? Нет, я бы тоже такого сбежал. А где садик? Дом культуры здесь. А вот садик. Нет, там сзади, вот, некипичный этот. Вон там, мам, покажи, где его садик. Вот, вот он. А, вон там, вон, вон. Голубой. Голубой. С Новым годом. Ты оттуда сбежал? Ну, к папе, да. Но потом меня отругали, я уж потом не сбегал. Терпел. Ну, я очень ждал, когда папа придет с работы. Это контора. Да. Это церковь построил наш родственник. Ну, и еще кто-то. Да. Один и один не знаю, ну, как бы основной. Или 90. Короче, я знаю, что он построил. Дядя Гена Чернов. Красиво. Все. Чина. Капитально, кстати. Но он строитель, знает свое дело. Вот не знаю, по образу, ну, как. Да, строитель. Средамаки строит. И тетя Али сейчас там бывает и как служит, не служит. Ну, короче, находится там. Дедушка вот здесь работал в этом. Вот в этом. Здесь чинили. Максим, ты хочешь стать машиной, а дедушка чинил здесь трактора. Тетя Али, чинил трактора, прикинь. Он умеет чинить трактора. Вот это красота. Темно-белые. А? Сейчас умеет. Ну, если он захочет, будет чинить. О, смотрите, сколько коров. Комплекс. Я ей говорю, вот это красота. Есть чем посмотреть, не то, что твои там дома. А это вот, смотрите, новая Корнеевка. Мы как-то в грязь попали туда. Сглянусь, да? А, нет, тебя не было, я с родителями был. Да. И там... Какой что? Трактора не видно. Один ковшик. А он еще, этот ковш селископический. Он вытягивается. Ну, этот Корнеевка. Здесь самое главное, когда едете со стороны Салавата. Смотрите, какие квадратные интересные. Что-то непонятно. Ни тюки, ни это. Пресс интересный. Здесь один раз мы спешили по очень серьезному делу с братьями. На девятке, номер три единицы. И я чуть не разбился. Я сейчас покажу место. Зимой. Вот так, в это же, в декабре, в это же время. Вот здесь поворот был. Его сейчас отремонтировали, наверное, немножко. Вот он сейчас наклон в другую сторону. В правильную. А раньше, мне кажется, наклон был в другую. Сейчас посмотрим. Это место, не это. Короче, я ехал, и тут поворот. Да, наверное, отремонтировали, кстати. Какие молодцы, отремонтировали. А раньше он был наклон в другую сторону. И я поворачиваю, и меня заносит вот сюда. И все, машина все уже улетает. На каком-то чуде мы выезжаем. А сейчас все хорошо сделали. Молодцы. Отсыпали. Блин, респект. Видать, не один я чуть не улетел, а другие улетали. Сейчас эти улетают в этот. Не хотите в Устук съездить? Папа. Сейчас все выпрямо. А, нет, в Москву. Папа, в Москве самолет. Какой? А, вот, да. Вот я на самолет посмотрела. Ага. Со вчерашнего дня у нас в Москве рейсы летают. И вот некоторые, Максим, люди с Корнеевки ходили пешком в Салават. Автобус, потому что здесь всего лишь три раза раньше было в день. Ой. Утром, вечером, в обед. Кажется, три раза могу. Или два раза. Но мы ездили тоже сами уже, как с детьми, в Салават на парк покататься туда. Ну, северяне у нас, братья, были богатые. Север уже как-то в советское время на севере. Что там, все... Короче, жили очень хорошо там. Работали тяжело, но и жили хорошо. И вот у меня брат, он брал деньги с собой, чтобы купить махорку. Втихаря, в 14 лет. Решил покурить, прикинь. И мы ехали, а я ему не давал покупать махорку. Он говорит, я следующий раз себе не возьму. Я говорю, ну возьми. Он тогда, разреши мне махорку купить. Я говорю, ну нельзя курить, это вредно. И все такое. Такой спор был. У тебя ноги нагрелись, нет? Да, да, да. А то мы уж поменяемся. Так, а вот здесь была деревня Сантимировка с правой стороны. А это вон там. Это там, не знаю, что. Это огороды. Да, да. Вот здесь, с правой стороны. Кулугуру здесь жили. Кулугуру, вы же знаете, что такие. Высокий забор, никого не пускают. И что они еще делают? А мы сейчас дали. Рядом с вашим. В деревне рассказывали, что кулугуру живут. Бабулька не пустила, когда машина сломалась. Я Саша же рассказывал. Вот здесь они кулугуру жили. И, ну повторю, история такая, что шла молодежь, и один решил, короче, их немножко как бы это, они же закрытые люди, решил, короче, их это, удивить своих. Он взял через забор, чеснокол перелез, и прям попил воды из... колоть запустил ведро, и оттуда попил. И все, короче. А у них это как придумано? Они же староверы, или как там назвать, я не знаю. Лучше. Если кто-то попил, то из этой кружки нельзя пить. А это, получается, чуть не колоть, надо засыпать. Прикинь. Вот здесь вот кулугуру жили. И что делать? А там еще живут что-то. И что делать? Смотрите, что делают кулугуры. Они... Я не знаю, что с колодцем сделали. Они сначала избили этого парня до полусмерти. Нашли его и избили. Для чего? Где они его найдут? Ай-дай, Артем. Да нет, ну спросишь. Прям он сидел, прям ушел, когда его открыли. Нет, он же... А он же ходит, он же здесь ходит, как ходил на учебу с Корнеевки. И они его, короче, встретили и до полусмерти избили. Для чего? Чтобы другие не перелазили, и другие колодцы не испоганили. Ну, с их слов. Это что, у нас слова-то? Да. А, нам же прямо. И вот, и вот... А вот с колодцем не знаю, что случилось. Кто кулугурский, расскажите постарше. Или спросите своих родителей. Что там по итогу с этим колодцем? Пришлось закопать или какой-то есть обряд очищения? Может быть. Вот кто с той стороны тебя слушает, я бы по-русски сказала тебе. Ну ладно. Что с ним сделаю? Не, с ним-то... А, с колодцем, да? Да. С колодцем. С ним-то понятно, что он сделает. Ну вот этот Салаватский перекресток, конечно, здесь лучше круговое сделать. Ну ладно. Как в Милюзе. Ну вот какой есть, такой есть. А почему здесь же не такой движение? Ну а у нас тоже такой же, где тебе едешь. Удобно же круговое, безопасно, все хорошо. А тут вот светофор, он то работает, то не работает. Я два раза ездил, не работал. Ну как-то не очень. А это называется Салаватская гора, Салават Стекло. Сейчас расскажу. Здесь Максим делает стекло. Нет, подожди, а мы сейчас как-то откуда заехали? Мы не со стороны Шемилюзе. Нет, это через Салават Стекло мы заезжаем. Это Стекольная гора, вот. А тут же все равно эти забросики, да? В кого? Огороды? Да. Ну нет, есть кто занимается, но вот здесь у наших родственников. Взяли, потом ограбили, все, прикинь, весь инструмент вынесли за один день. Вот все делали, а они капитально. Нет, тут надо жить здесь. Ну они капитально, вот один день уехали и все. Летом, не зимой даже было. Ну какая теплесть. Да. А вот перед нами сейчас труба, это Салават Стекло. Поэтому гора называется Стекольная. А это панорама всего города Салавата. Они еще работают, да? Да. А и что, все с этой грудой? Да, да. А вот там, вон, мы туда едем к брату. Вон туда далеко, в Белый. Ну а что, город-то большой, это не милюжище, 150 тысяч. Угу. А они там вдоль Белые огороды и здесь, смотри. И еще были вот там, где, по ту сторону, где вот Корнеевка, там были огороды. Ну сейчас их, правда, там вообще все забросили. Все горы были в огородах. Ну вот здесь, наверное, тоже огороды были. Были, были, были. Чуть, а что, все, не теперь? А здесь, наверное, в конце давали, а они уже капитальные домики не ставили. Вон, видишь, остался домик. А вот территория Салава-Стекло. А уже видно. Здесь у них проблема еще была с водой. Вода на горе глубоко. И у них была центральная вода. И когда воду, наверное, центральную уже перестали качать. Как ты вот попробуй, ну, и все. Ничего, Лен, мы в полторожке 50-й огород носили, да? Да? Да. Я жалела на дорожный вокзал, да. А я там, это, арендовала огород. А вот видите, какие здесь эти шарики. Тоже интересно. Это Салава-Стекло. Это вам не хухры-мухры. А где у них центральная вода? Сейчас мы увидим. Там. Экскурсия идет по Салава-Стекло. Расскажу. Нет, Салава-Стекло здесь от огорода. Непонятно. Трубы там. Трубы это ТЭЦ. Это от оптики. Это другой зал. Сейчас расскажу про него тоже подробно. Здесь хранится аммиак, как я понимаю. Не знает, так напридумывать. Аммиак хранится. Видите? Завод производит стекла для метро. Короче, автомобильные стекла производит. Разные-разные. Такое простое стекло. Вот. Сейчас. А, и здесь еще делали раньше очень секретную. Утеплитель. Стекловату для космических кораблей. Здесь цех специальный есть. Он открывается, когда нужно космический корабль собрать. И делают этот утеплитель. И потом его закрывают. Какой-то там супер импортный, дорогой. Там вот это все. Супер правильный. И чтобы он не изнашивался, только для космических аппаратов. И кажется, для самолетов делали утеплитель. Вот это Салава-Стекло. Все в стекле. А где же вход-то у них? Видите? Окна почему большие? Стекла много, девать некуда. Кирпича мало. Конечно. Ну, что ты видела этот? Вот центральный вход сейчас. С правой стороны. О, смотри. Ой, елочка. Красота, да? А, кстати, это была хозяйка. Знаете, кто его в последнее время? Сейчас не знаю, кто. Хотелось. Я почему вход-то спрашивала? Хотела сказать, бедное стекло. Даже машин. Но все равно мало машин. Это знаете, кто хозяйка Салава-Стекла была? Лужкова жена. Не знаю, тут хорошие рюмки делали. Может, из-за рюмок она купила? Я не знаю. Это 100-граммовая. А, и стаканы граненые. Изначально она была же. Но она почему именно купила Салава-Стекло? Ой, да ладно, купила. Так уж они, как жирчики. Ну, да, да, да. Купила. Так, а вот теперь пошли новые заводы. Которые только начали работать и сразу вместе с СССР развалились. Вот это супер крутой современный завод оптика. Здесь были такие станки, такие технологии, которые не были во многом даже доступны в других странах. Я был на ее территории, я разговаривал с главным инженером, когда он что-то работал. Так это 100 лет назад, лет 25 назад. А теперь здесь и… Я с 18 лет здесь тусил. Я хотел его выкупить, хотел завод здесь построить в свое время. Автомобильный завод можно было сделать, но потом инвестклимат не позволяет, понимаешь? Здесь хорошее здание для того, чтобы что-нибудь делать. Но, к сожалению, инвестклимат плохой. А это второй завод, нефтемаш, я тоже здесь и был, это столовая. И там помывочно, люди им душ принимали после работы. Тоже знаком с руководством был. Здесь вот половина этих… Вот это высокое здание, пустые половины помещений. Он мне предлагал вот это полностью забрать и вот эту проходную. Ну, типа, бери, что-нибудь будешь делать, мы обсуждали этот вопрос, но я и не взял. А сейчас что у нас за 10? Гидравлика. Здесь делают военные, в том числе, штуки. Перископ есть у… А, не буду говорить, а то сейчас еще посадят же. Нет, все. Здесь ничего не делают. Просто-просто. В линольном распродаже. В линольном распродаже. Да, да. Короче, ну завод серьезный. А диванов распродаж нету здесь нигде? Нету. Вот смотрите, как придумано было словать хорошо с нуля. Сразу ветка, видите, это трамвайная. То есть все заводчане, все заводчане могут раз и вечером, получается, с завода, утром на завод. Никаких проблем, не нужно тебе машину пробивать. А сейчас она работает? Работает, да. Но вот сколько я не вижу, частенько пустые эти трамваи ходят. Ну, сейчас у всех машин. Ну да, ну, как бы, если у тебя… Это вот где город, где квартира и где гараж. Нет, ну, да. О, это вообще нереально. В цеху, например… Работает кто-нибудь? Один на машине… Ведь машину иметь надо, только на выходные куда-нибудь выехать. Где? А вот красивый поезд. А, я думаю… А вот такой красивый, эстакад сейчас будет через ЖД. Все построили. А тут ездить электричество. А раньше Словато вообще был город закрытый. То есть ночью хочешь заехать? Тебя горючник останавливает. Куда едешь? Я говорю, в дядьки еду. Адрес. Я говорю, ну, вот там, где магазин мебельный, там второй этаж, короче. Какой адрес? А почему не закрытый? Ну, вот как это? Стратегический. Я говорю, я адрес. А когда, говорит, обратно приедешь? А поедешь? Я говорю, я не знаю, как встретить. Может, ночевать с нас сможешь, поеду. Короче, прикинь, записывали в журнал. Магнии, наверное, не пустят. Ну, это вот со странными лезами, мы на автобусе вот здесь поезжаем. Да, да, да. Ух ты, как заросло красиво, да? С пустарником. Смотри, вот эстакада видишь, какая красивая? Вот эта вот трамвай ходит. Здесь ночью красиво, когда трамвайчик ходит, у него уже внутри свет горит, трамвайчики. Так романтично ходят он здесь. Ну, этот стакан. Спасибо за попкорн. Нашел красоту. Трамвай через... Не, ну вот бывает такая зима, вот как сейчас зима, если ночью, фонари горят, трамвайчики едет. А это, интересно, труба, а что такое большое? А это стец идет тепло на город, Салават. Ой, с этого, с оптики. А оптика делали... А там как будто раз соединено. Ну... А оптика раньше делала, знаешь, что? Бинокли делала. Хорошие бинокли. А, батюшки, туалет. А он от чего? От этого дома, что ли? А, вот же эти. Точно, я чуть про это не вижу.